День города, который тольяттинцы привыкли отмечать в первые выходные июня в этом году в связи с пандемией коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий, перенесен на более благоприятное время. Пока на август. Однако традиция присвоения звания почетного гражданина остается неизменной. На очередном заседании городской думы Тольятти депутаты обсудили кандидатуры достойнейших горожан. В итоге имя было названо. Подробнее об этом расскажет моя коллега Елена Сафронова. На очередное заседание городского парламента депутаты собрались впервые после большого перерыва, а потому и повестка была обширной, свыше полусотни вопросов. Главное направление работы властей всех уровней сегодня борьба с распространением коронавирусной инфекции, но и другие городские проблемы продолжают требовать внимания. Ключевыми в повестке стали отчеты об исполнении различных муниципальных программ. Однако начали депутаты с обсуждения кандидатуры нового почетного гражданина Тольятти. Обсуждение проходило крайне бурно, учитывая тот факт, что перед членами общественной комиссии изначально стояла непростая задача. Сильные представители были. Ну, достаточно уважаемые люди, которые многое сделали в возрасте и многое за спиной стоит. Я не буду фамилии называть, это касается практически всех. Ситуация получилась крайне деликатной. Выбрать достойнейшего из пяти одинаково достойных. Все претенденты – профессионалы своего дела, люди заслуженные и уважаемые. Поэтому по ряду процедурных моментов право рекомендовать кандидатуру перешло профильным комиссиям Думы и главе Тольятти. Сергей Анташев предложил в виде исключения присвоить звание почетного гражданина в этом году сразу троим кандидатам, набравшим наибольшее по совокупности всех обсуждений количество голосов. В связи с равнозначностью, заслуг указанных кандидатур, опытом работы более 40 лет каждого на своем предприятии и вкладом в развитие городского предприятия... Такое решение требовало внесения соответствующих изменений в положение о присвоении звания почетного гражданина. Процесс не слишком долгий, однако ряд депутатов высказался категорически против, мотивируя тем, что такая поправка в будущем может снизить саму значимость статуса почетного гражданина. К слову, в истории Тольятти были годы, когда почетными становились сразу несколько человек. Например, в 2000 году это были председатель Совета директоров автоваза Алексей Николаев, олимпийский чемпион Алексей Немов и его тренер Евгений Николко. По два почетных гражданина было ежегодно с 2003 по 2008 годы, и никого тогда это не смущало. После продолжительной дискуссии депутаты приняли решение присвоить звание почетного гражданина в 2020 году Анатолию Аркадьевичу Агаркову. Ветерану Тольяттинского хинпрома. Сегодня Анатолию Аркадьевичу 73 года. Он является советником ПАО Куйбышев Азот. На крупнейшем химическом предприятии трудится с 1966 года. Прошел путь от аппаратчика до главного инженера. В начале 2000-х руководил строительством комплекса производства полиамида, технических нитей и корной ткани с привлечением многих строительных, монтажных и транспортных компаний города. Все полагающиеся званию почетного гражданина регалий по сложившейся традиции вручаются на торжествах в честь Дня города. Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия пока перенесены на август нынешнего года. К вопросу о возможности присвоения звания почетного гражданина сразу нескольким кандидатам, вероятно, еще можно будет вернуться. Возможно, такие ситуации будут в связи с уникальностью тех или иных знаковых событий, в связи с равнозначностью заслуг и вкладом в развитие городского прокурора. Но пока депутаты решили эту тему больше не обсуждать. На заседании также были названы кандидатуры тех, кто будет награжден почетным знаком Думы в связи с Днем города. Это председатель Совета ветеранов автоваза Николай Карагин, ветеран автоваза, заслуженный инженер России Аркадий Тихонов, директор музея автоваза Татьяна Ралко, директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова и бывший директор предприятия Тольятти Хлеб Виталий Менчук. В числе других актуальных вопросов депутаты успели обсудить ход выполнения наказов избирателей, мероприятия по реализации стратегии развития нашего города, корректировку правил землепользования и застройки и ряд других вопросов. Елена Сафронова, Александр Туровский, Новости Тольятти.